Армавирский завод тяжелого машиностроения местные жители часто называют роддомом для поездов. Вот уже 35 лет он на мировом рынке железнодорожных вагонов. В этих цехах рождаются части грузовых составов. Сейчас в собственном конструкторском центре разрабатывают вагоны, способные переносить нагрузку в 25 тонн лишь на одну колесную ось. Но еще в прошлом году на одном из ведущих предприятий в России объем заказов на грузовые вагоны сократился почти на 80% из-за разрыва отношений с украинскими партнерами. Два месяца мощности завода простаивали, рассказывает Вениамину Кондратьеву, директора предприятия. Глава региона посетил завод перед началом совещания по развитию промышленности в крае. Первым делом у рядовых сотрудников Кондратьев интересуются, есть ли проблемы в работе сейчас. В целом нормально на производстве. Была бы работа, были бы заказы, тогда вообще будет все нормально. Задача наша и здесь, чтобы заказы у вас были. Делать так, чтобы мы максимально вышли на российский уровень. Я думаю, в целом задача и вашего руководства, ваших сегодняшних учрителей, но конечно и нас. Потому что если вы туда выйдете, то край получает что? Налоги. Вы получаете зарплату. Мы все заинтересованы в том, чтобы ваше производство росло. Создать заинтересованность на конечную продукцию у Вениамина Кондратьева просит и на Армавирском заводе газовой аппаратуры. Газовые колонки и котлы пользуются популярностью по всей России, кроме Кубани. В регионе продают всего 1% собственной продукции. Местные строительные компании, основной рынок сбыта, неохотно идут на контакт. Потребление газа здесь не просто в пределах конкуренции, а значительно меньше конкуренции. Потому что этот аппарат, он для российского рынка именно создан. Нашими проектировщиками, нашими конструкторами. Единственное место, где проблем практически не оказалось – бронетанковый ремонтный завод. Заказы стабильные, спрос есть. На такой военной технике хоть сразу после конвейера, за штурвал и на совещание, шутит Кондратьев. Ситуацию с промышленностью в крае в целом обсуждают уже в местной администрации. Этот сектор экономики сегодня оставляет желать лучшего, считает руководитель региона. Крупные предприятия и заводы уходят в историю. За последние 20 лет количество работников отрасли сократилось почти на 30 тысяч человек. А доля промышленности в РП Кубани всего чуть больше 14%. Это в два раза меньше показателя по России. Решение предлагает вице-губернатор Сергей Алтухов в своем докладе. По его мнению, необходимо создать совет по промышленности, в который войдут как представители власти, так и руководители предприятий. А затем детально изучить цепочку производитель-потребитель. Кондратьев, в свою очередь, задает справедливый вопрос. Сегодня мы можем предложить какие-либо продукты вот этому сектору, который ждет реально, что власть ему предложит? Да, можем. У нас есть определенное видение, какими инструментами, ресурсами мы можем этого достичь. Но в первую очередь я бы хотел своим докладом призвать всех к диалогу. Давайте на диалог я даю вам ровно месяц, на изучение вопросов именно промышленности и через месяц конкретные решения. Чтобы понять всю суть проблемы, Вениамин Кондратьев меняет порядок ведения совещаний. Для начала предлагает выслушать не доклады чиновников, а руководителей фабрик и заводов. Среди главных вопросов невостребованность производимой продукции, высокие проценты по кредитам и, конечно же, нехватка квалифицированных кадров. Те, кто смог преодолеть все эти беды, тут же делятся советами. Директор одной крупной кондитерской компании рассказывает, что не только смогли выжить в экономически непростой период, но и даже выйти на новый уровень. Сейчас рассматривают возможности поставки их продукции в Мексику. Бизнесы вот так вот не построишь. В основе лежит экономика. Конечно, если у вас есть дешевые кредиты и дешевые инструменты финансовые, то это одно. А если высокий менеджмент, профессионализм, управление, это, конечно, другое. Ну, конечно же, менеджмент имеет очень большое значение. Сегодня нужно обучать сотрудников и в производственном процессе, и в управлении, да, для того, чтобы они могли сегодня выполнять те задачи, которые стоят перед компанией. Сегодня без того, чтобы это делать, сложно добиться. Нередки случаи, когда предприятия просто отказываются расширять ассортимент своего производства. Мощности и ресурсы не используются в полную силу, а при необходимости не могут или не хотят переориентироваться на другую сферу. Такую позицию Кондратьев считает недопустимой. Коллеги, просто так, вот вы производите и купите у нас, так не бывает. Вы должны чувствовать пульс потребности нашего регионального рынка. Наш пульс. Мы должны пойти навстречу друг другу. Если у вас есть мощности, на которых вы производите то, что производили, но оно не вписывается в нашу потребность регионального рынка, извините. Тогда берите и загружайте мощности тем, что нужно нашему покупателю. И тогда мы обеспечим так, чтобы ваша продукция была востребована и покупалась. Это стремление навстречу друг другу. И тогда мы получим результат. Такого открытого разговора о проблемах уже давно не было, делится впечатлениями промышленники. Руководитель региона отвечает. Теперь главное перейти от слов к конкретным действиям. И сделать это предстоит всем вместе, чтобы регион осваивался не только как аграрный, но и один из крупнейших промышленных. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец и Денис Москаленко, Кубань-24, Армавир.